В Твери прошел рейд по рюмочным. Очередная проверка питейных заведений города была инициирована специалистами регионального управления Роспотребнадзора. В ней приняли участие представители Тверского отделения Общероссийского народного фронта. Все подробности в материале нашей съемочной группы. Заведение общественного питания, расположенное на первом этаже дома номер 88 по улице Горького в Заволжском районе Твери, хорошо знакомо жителям Ближнего Заволжья. Вот только слава об этом месте ходит отнюдь не добрая. Долгое время здесь располагалась самая обыкновенная рюмочная. Огорячительные напитки лились рекой круглосуточно, горожане регулярно жаловались на пьяные драки, местные депутаты боролись за закрытие питейного заведения. В какой-то момент это сделать удалось. На этих кадрах, снятых в мае прошлого года, двери ресторации закрыты. Это была одна из самых таких острых болевых точек. Очень много отсюда приходило от граждан обращений ко мне как депутату по этому округу, как заместитель председателя комитета по социальной политике. На наш комитет, а вообще на всю городскую думу. К счастью, усилия совместной депутатской группы и усилия подразделений правительства регионального и, я думаю, что и правоохранители, конечно, подключились. Ну вот, видите, результат сегодня у нас закрыта. Впрочем, не прошло и года, как под новой вывеской в доме номер 88 вновь начали продавать алкоголь. Именно сюда с проверкой нагрянули специалисты управления Роспотребнадзора по Тверской области. У нас распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки. Вы можете, пожалуйста, связаться с директором, чтобы он подъехал. Сразу отметим, что серьезных нарушений специалисты надзорного ведомства в работе торговой точки не нашли. По всей видимости, новый руководитель учел ошибки прежних арендодателей. Жалоб от жителей дома стало меньше. С документами у работников все в порядке. Алкоголь продается со всеми разрешительными бумагами. Кроме того, специалисты произвели отбор пропалкогольной продукции на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза. Осмотрели помещение заведения, проверили лицензию на ведение торговой деятельности. На данном объекте документы, подтверждающие качество и безопасность, были представлены в полном объеме. Нарушений не выявлено. Вместе с тем выявлены иные нарушения. Это в части отсутствия своевременного прохождения медицинских осмотров у персонала. А также ежедневная уборка проводится несвоевременно. Впрочем, если несвоевременная уборка существенна, но все-таки не самый важный недостаток, то вот к маркировке табачной продукции у специалистов Роспотребнадзора вопросов куда больше. При проверке продукции через приложение «Честный знак» было выявлено, что данная продукция выведена из оборота, в связи с чем не может реализоваться на территории данного объекта. И должна быть выведена из оборота. Как отмечают в Роспотребнадзоре, за подобное нарушение руководству организации может грозить солидный денежный штраф. Тем не менее, участвовавший в рейде депутат законодательного собрания Тверской области Олег Лебедев оценил работу заведения на удовлетворительно, но отметил, что и мелкие недочеты должны быть устранены. Кое-какой алкогольной продукции есть вопросы, но такие не критичные, потому что вроде бы хотя бы акцизные марки неподдельные, поэтому здесь спиртосодержащей продукции мы не нашли. Конечно, вы видите, вот санитарное состояние, мы тоже обратили внимание. Прогресс по этой точке, он виден, потому что я здесь вот на этом объекте нахожусь в четвертый раз. В ходе рейда сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора также были проверены ряд заведений в центральном районе города. Все выявленные нарушения были внесены в итоговый акт специалистов ведомства. По результатам этих проверок будут приняты процессуальные решения, о них мы расскажем в наших следующих выпусках. А если вы лично столкнулись с нарушениями в работе подобных заведений, то мы также готовы рассказать об этом и обратить на это внимание правоохранительных и надзорных органов. Продолжение следует...